Всем привет! Мы для вас подготовили сегодня весенний мастер-класс. Будем расписывать влазочки витражными красками. Очень легкий и простой. Для этого нам понадобится 2 стеклянные вазы, эти непосредственно из икеи, прозрачные, без всяких рельефов, витражные краски, у меня мураву, кисточки, лучше всего и толстенькую, и тоненькую, обезжириватель, контуры и жидкость для снятия лака, чтобы промывать кисти. Ну все, начнем подготовительный этап. Первую вазу мы обезжириваем. Здесь мы будем оформлять низ очень просто и легко разводами. То есть поверхность как раз половина вазы мы обезжирим. Нужно делать обязательно, чтобы хорошо легла краска. Эти краски высыхают, то можно споласкивать аккуратно губочкой. Они не смоются, но застывают где-то в течение суток. Они довольно-таки жидкие. Так что можно аккуратно будет набирать на кисть. Ну сейчас я вам все и покажу. Сейчас мы подготавливаем кисточку, так как раньше я ее уже использовала для росписи витражными. Но красками она, естественно, подзастыла у меня все-таки. Хоть и протираешь, но они застывают. Вот сейчас мы средством для снятия лака ее размягчим, чтобы она вернула прежнюю форму на мягкость. Во время работы лучше использовать баночку, куда вы будете кидать эти пахучие, там же запах такой сильный. Ватки не закрывайте ее, чтобы... Потому что краски сами по себе пахнут, а если будет еще вот это все, может просто кружиться голова. А мы начнем с зеленого цвета. С самого низа мы начинаем порисовку. Это тоже загустевшая такая краска. А вначале они прям очень жидкие. Аккуратно растягиваем красочку. Без пробелов, чтобы было. Делаем такую растяжечку. Пусть будут капельки. Мне это и нужно. Пусть она стекает потихонечку. Потому что здесь будет без контуров. Наплывы одного цвета, но другой. То есть как-то такой эффект. Все, зеленым мы уже оформили. Немножко ждем. Вот видите потеки. Капельки так пусть они истекают. Но следите, чтобы сильно не было. Прям чуть-чуть он отек. Сейчас мы берем оранжевый цвет. Стык в стык. Но стараемся не смешивать. А вот просто стыковать. К зеленому цвету. Она начинает чуть-чуть смешиваться. Но не сильно. Вот она с зеленым. Зеленый начинает заплывать на оранжевый. Такой наплыв. Здесь же потоньше будет полоска. Вот они потеки. Пошли как нам нужно. Видите? Стык в стык. Я стараюсь. Так и нужно. Не оставлять пробелов. Получается одна краска вливается в другую. Как будто вы разлили. То есть каждый слой так поливаете, поливаете. Честно, под застывает тихонько. И мы будем на контрасте делать уже такой бирюзово-синий. Цвет морской волны. Тут уже рисунок задает, в принципе, сама краска. Куда она поплывет, мы оттуда и уйдем. То есть капельки они сами рисуют сам образ. Старайтесь работать с открытыми окнами. С вытяжкой лучше всего. Потому что запах сильно идет. И когда с детьми будете, просто аккуратнее. Краска не на водной основе. Из-за этого лучше проветривать помещение постоянно. Теперь мы берем красную. Последняя, скорее всего, лучше желтенький добавим. Сейчас для яркости весенняя. Все-таки вазочка такая, на что бы было. И будет достаточно. То есть, сами видите, заплыв идет один на другой. Очень красиво, естественно. Пусть длинные даже вот такие идут. Капли стекают. Краска сама рисует. Ну вот, что у нас получилось. Сейчас она подсыхать будет. Первая ваза. Сушим ее тоже в перевернутом виде. Такая радужная. Весенняя. Ничего лишнего. То есть, натуральность. Относительно. То есть, никаких блесток мы здесь не добавляем. Ни страз. Просто соединение, можно сказать, как акварелью. Вазу мы будем немножко по-другому расписывать. Сделаем эффект камушков разноцветных. Эта ваза уже не новая. Вы также можете взять старую свою вазу. Пусть она будет немножко потертая. Ничего страшного. Здесь нам понадобится контур. Коричневый. Он такой немножко, мне кажется, даже что-то с мидью. Сейчас обезжириваем поверхность. Будем изображать непосредственно камушки. Начнем снизу и пойдем в диагональ. Вот ждем, когда подсохнет у нас контур. Будем заполнять наши лечилки. У нас подсох немножко контур. И мы начнем заполнять наши камушки. Вот у нас получился таких сдержанных тонов. Рисунок, можно сказать, немного осенний. Вы любую форму можете. Здесь такая, как будто насыпана кучка камней. Можем так ее называть. Также можете круг. Различные формы. Даже животные, может быть. Еще в виде цветка можно сделать. По-разному. Но это самый простой. Самый обычный. Кто может вполне ребенок это сделать. Очень просто. Вот заполнили каждый камушек. И уже симпатичная басочка. Подарок можно. Или просто для себя. Поставили туда цветы. Наполнили водой. И очень красиво. Ну вот такой простенький мастер-класс. По росписи стекла. Желаю вам успех. Пока-пока. Продолжение следует.